React Redux, ты знать будешь круто IT-ка, IT-ка, Камасутра Прием, прием, друзья! Меня зовут Димыч, специально для канала IT-Камасутра Мой авторский курс React. Путь самураев Мы делаем с вами большой проект, социальную сеть Мы сделаем и пройдем с вами от самого начала, от самых низов до самых верхов Спроектируем все так, как проектируется на больших приложениях сегодня Хотя, конечно же, альтернатив архитектурных много очень Но мы сделаем один из таких популярных вариантов С использованием тех практик, которые, как мне кажется, наиболее сегодня востребованы Так, мы с вами начали верстать И нам сразу же не понравилось то, что у нас тут начинается такая каша Наверняка внутренний голос подсказывает Эй, друг, компоненты, компоненты, дробина под компоненты И действительно, мы как-то все запихнули в одно по компоненту Но непорядок Непорядок Давайте назовем как-то компоненты и выделим их в отдельные подкомпоненты Так будет красивше гораздо, правильно? Не ругайте меня слово за красивше Я слова люблю говорить всякие дурные Поэтому я их буду говорить Так, смотрите, давайте сразу договоримся Мы будем сейчас плодить с вами компоненты Давайте хотя бы для них папочку какую-нибудь создадим Создаем папочку, назовем components Это не финальная наша структура проекта Но мы к чему-то начинаем двигаться с вами К чему-то великому и правильному Давайте вот начнем с этого Components Окей, первая компонента header Создаем быстро компоненту header Создаем файлик Называем его с большой буквы header Без header component, просто header Header.js Еще есть такой вариант Сейчас посмотрим GSX Да, давай GSX раз этот Расширение, чтобы было понятно Ну как бы вот, что это компонент Это не просто JavaScript-овый там сервис, файл какой-то, который там логика какая-то Это GSX, именно компонента Так немножко как бы может быть проще Так, давайте import React отсюда стащим Ctrl-C И давайте компонент Это что такое? Напоминаю, это функция Функция, которая возвращает GSX разметку Которая возвращает GSX разметку Какую именно? А вот это вот header Ctrl-X делаю И вставляю сюда Ставлю точку запятой Или не ставлю, как хотите Ctrl-KF И экспортировать Обязательно я должен эту компоненту экспортировать Если я ее не экспортирую Export Default То тогда ее никто не сможет импортировать А мы хотим этот header Компоненту как тег Уже с большой буквы Header было вот так вот А мы сейчас с большой буквы Самозакрывающейся Вот так вот вставим сюда Естественно, оно не подхватит Скажет, что импорт Header is not defined Смотрите Как ошибки Важно уметь, ребят, читать ошибки Очень важно Мои студенты не умеют читать ошибки Гигантских 1500 косяков Нужно поэтому аккуратно смотреть И учиться Во-первых, где ошибка? App.js Все Header is not defined То есть я не знаю, что такое header Header не определен В app.js Идем в app.js Вот, header не определен Видите, здесь, правда, ничего не подчеркивает А что такое красное? А, то, что удалилось Это типа То есть не определен Не подчеркиваю ничего В App.js В App.js, конечно, красивше это все дело Но мы помним, что нужно импорт сделать Вручную мы импорт больше не делаем Мы пишем header Выбираем здесь header Вот с такой иконочкой Кажется Клик Автоимпорт произошел И дописываем Закрывающиеся теги Сохраняем Смотрим Ничего не изменилось Все работает Здорово Дальше Берем Nav То же самое делаем с Nav Header.jsx Ctrl-C, Ctrl-V Я так люблю делать Называем его Nav NavBar Давайте NavBar назовем его NavBar Сюда Сюда Засовываю я Лежит Лежит Там, где ему надо лежать То есть за каждый кусок Ctrl-A, Ctrl-K, F За каждый кусок Отвечает Определенная компонента Определенный файлик За каждый кусок разметки Да, логически Логически, как бы Семантически Осмысленный Все, и мы сюда вставляем NavBar NavBar Ctrl Сейчас Nav С большой буквы Наверное Сейчас, сейчас, сейчас NavBar NavBar не с маленькой буквы Но экспорт Да, я не исправил Экспорт Header Видите, Ctrl-C, Ctrl-V К чему привозит То есть он мне не предлагает Импортировать Да, в чем проблема Смотрите Якобы ввожу А он не предлагает Потому что, блин Сразу вопрос А что он не предлагает Мне импортировать Может быть, потому что Там не экспортировано Идете вниз И видите, да Экспортировано хедер Не то, что надо И, соответственно Он не понимает Что надо предложить А вот сейчас NavBar Ой, вон он NavBar Enter Опа NavBar вставился Все Смотрите, какая структура Красивая То есть у нас Хедер NavBar И Та-дам И контент Быстренько давайте Контент Давайте только Контент Назовем не Контентом, ребят Мы сразу Предполагаем с вами Что у нас Что будет В нашей социальной сети Будет много Страниц разных Да Много страниц разных Будет с вами У которых Хедер и НавBar Останется прежним А Внутренность Будет меняться То есть Да, ну это Стандартная такая Стандартная штука Такая вот Смотрите Сейчас я вам покажу То есть вот Когда мы будем Кликать по News Это же все останется У нас вот эта Зелененькая Поменяется только Внутренность Music Кликну Поменяется все Кроме вот А это останется Поэтому давайте Поэтому давайте Вот что сделаем Давайте Этот контент Этот контент Ну назовем по-другому Давайте назовем Это страничка профиля Да Это страничка профайла Вот это вот Она должна быть Подсвечена Типа я здесь Нахожусь Профайла Давайте назовем Профайл компонент Профайл Ctrl C Ctrl V Ой-ой-ой Ctrl C Ctrl V F2 профайл gsx в профайл gsx выносим то, что вот здесь вот ctrl-s в профайл gsx вместо вот этой штуки выношу то, что я скопировал супер вместо header пишу профайл и дальше этот профайл естественно экспортирую, не забываю экспортировать ребят, всегда помните об этом все, теперь если я здесь напишу профайл, предлагает автоимпорт сделать кликаю, закрываю ctrl-a, ctrl-k, f отформатировать быстро, сохранить и все вернулось туда, куда где мы были со старта с вами но, что мы сделали с вами у нас теперь гляньте, апп компонента какая, да главная компонента, мы сразу заходим видим, есть какой-то апп в рапер, в нем есть header, navbar и профайл ой, обалдеть, как красиво, ну, серьезно красиво просто, просто, просто прекрасно, я бы даже сказал а как все, давайте на этом пока остановимся наша задача доработать каждую отдельную компоненту, чтобы она выглядела ну, примерно как на макете, да, примерно как на макете то есть не вот так вот, а, ну, это наш какой-то ориентир вы, ребят, смотрите, что опять же, вы делаете свою суть сеть, да кто-то из вас хорошо, круто верстает кто-то из вас дизайнер в душе да, кто-то дизайнер из вас и вы же сразу делаете этот проект с расчетом на то, что вам нужно будет это показать работодателю вашему если вы все будете приносить работодателю вот этот футбольный мяч, баскетбольный и у вас будет у всех зеленое, а здесь белое, как бы ну, будет не так, да, не так цеплять работодателя, блинский по кому-то там, какому-то одному курсу, да, все делают повторяют там проект и так далее сделайте по-своему, сделайте стилизацию, внешний вид по-своему какой-нибудь да, с фейсбука украдите отсюда украдите или знаете откуда, вот тем, форест из такой сайт вы видите, social network, я уже даже, как бы, мы со студентами вот здесь есть в поиске, если вы обьете social network, здесь есть странички с социальных сетей с социальных сетей странички то есть начните делать так это все не спешите, ребят, куда спешить? ну, блин, честное слово, куда спешить? некуда спешить да, делайте уже наверняка этот проект, по сути это единственное, что вам нужно будет сделать мы будем в рамках этого туториала изучать с вами много нюансов джаваскриптовых то есть отдельно я буду вам отправлять вас куда-то что вам надо почитать под джаваскрипту чтобы понять то-либо иное, да? как вот, например, с гридом я отправил вас в грид почитать почитали вы грид, не почитали вот к этому занятию ну, ваш косяк но я рекомендую почитать базово должны вы знать, что там за грид не убегайте, да, от новинок, ребят чем дальше, тем вам будет, ну, очень часто когда ты такой, как бы, уже эксперт знаешь определенную стек технологии тебе очень сложно потом выйти из зоны комфорта вот эта вот классическая такая штука ты профессионал, и тебе комфортно в чем-то и все, и ты радуешься, и живешь здесь а новое выходит, ну, выходит, выходит, выходит да, надо гнаться ежедневно за чем-то новым но надо постоянно освежать освежать свои знания потому что вот тут нельзя быть экспертом 10 лет в чем-либо технологии очень быстро устаревают и ты можешь, как бы, оказаться ну, не то, что на свалке, но, блин ну, немножко, как бы, не в тренде не успеешь просто за новинками так вот, друзья, все, тогда в следующем занятии мы начнем дорабатывать с вами компоненту, ну, хедер в следующем занятии компоненту сайдбар в следующем занятии компоненту профайл профайл компоненту нашу самую большую компоненту которая, по сути, вот ну, самая сложная, скажем так состоит из других различных вещей из других подкомпонент да, кто это наверняка подумал то есть, да, все верно потому что, кто сказал, что у нас только три компонента будет а мы можем это сделать отдельной компонентой? можем а это отдельный? можем а это отдельный? а это отдельный? они же, ведь, логически разные это, типа, картинка? да а этот? отправитель сообщения какого-либо? да А это? Да. А каждое сообщение, смотрите, они похожи очень. Это как один тег, только с разным текстом. Можем сделать? Да, можем. Понимаете, в чем фишка? И мы будем дробить с вами все это дело на подкомпоненты. У нас будет с вами много-много своих личных тегов. Мало того, я вам скажу, а кнопка send. Почему она такая зеленая с белым фоном? Обычная же кнопка, которую мы добавляем в бат, она наша там серенькая такая. А, мы что, добавим классы есть специальные, да? И получается нам каждый раз теперь, чтобы добавлять кнопку. Кнопка, что-то, наверное, будет на всех страничках одинаковая. Одинаковая, да, стиль какой-то один на сайте. Вот, например, смотрите, вот сюда зайдем. Вот кнопка одинаковая, одинаковая. Только у меня есть с картинкой и текст. И что, каждый раз вы думаете, вот мы создаем один из этих же тега и добавляем в него классы разные, одни и те же, там текст. Или создатели взяли и обернули это в отдельную компоненту, которая умеет настраиваться просто. Да, все верно, отдельную компоненту. И вот так вот мы дробим все на компоненты. То есть лишнего дробления на самом деле не бывает. Практически не бывает. Можно не додробить, но чаще всего люди, наверное, ну переддробить нельзя, короче. Переддробить нельзя. Потому что в любом случае переддробить, чтобы это нужно максимально, ну, сильнее постараться. А люди такие, мы такие как бы ленивцы, нам лишнюю работу делать, а ну его нафиг. Поэтому, друзья, все. Если было понятно, как мы раздробили на компоненты, ставим лайки обязательно. Пишем обязательно, друзья, комментарии. Типа, круто, смотрю дальше. Напишите, знаете ли вы гриды или не знаете. Мне тоже интересно, какая статистика, да, по смотрящих людей, знает грид или не знает. Напишите, знаю гриды. От нуля до десяти, да, оцените свои знания по гридам, пожалуйста. Потому что мне посмотреть, ну, на будущее, да, статистику и знать, к какому дальше русле двигаться. Я еще вопросы вам буду попутно задавать, попутно задавать. Пожалуйста, давайте на них ответы. Я по этим ответам буду понимать, какие мне видосы еще записать нужно. То есть какие пробелы у вас нужно в голове закрыть, чтобы их не было. Все, друзья, спасибо. Ставим, ставим, ставим что-нибудь ставим. До новых встреч, короче. Айтика, Айтика, Камаз Утро Реакт, Редактс, ты знать будешь круто Айтика, Айтика, Камаз Утро